Издательство МАН Иванов и Фербер представляет Игорь МАН Маркетинг на 100% Ремикс Как стать хорошим менеджером по маркетингу? Предупреждение слушателю и гарантия автора В этой аудиокниге вы не найдете математических формул, пространных рассуждений и размышлений, сложных моделей и запутанных определений В ней даже нет авторского определения того, что такое маркетинг Как дать определение тому, что для тебя почти полжизни? Эта книга не о стратегическом маркетинге Модное слово брендинг не упоминается ни разу Тот, кто хочет послушать об управлении маркетингом, должен найти другую аудиокнигу Тому, кто хочет больше узнать о теории маркетинга, придется поискать иные источники Эта аудиокнига – практическое пособие о том, как делать маркетинг лучше и как стать хорошим менеджером по маркетингу Книга основана на моем опыте консультанта, а также работы в телекоммуникационной отрасли и фотобизнесе, оптовая торговля, где маркетинг был нацелен на поддержку продаж Подойдет ли аудиокнига для вас? Будут ли полезны вам мой опыт и мои советы? Я могу гарантировать В какой бы отрасли и на какой бы позиции вы не работали Вы найдете в аудиокниге что-то ценное и полезное для себя или своих сотрудников и для своей компании Вступление То, что мы узнаем о маркетинге в университетах – это сплошная научная фантастика Александр Хаим Знаете ли вы, сколько книг написано про маркетинг? Если воспользоваться поиском в разделе «Бизнес-книги» интернет-магазина Amazon, то на слово «Маркетинг» появляется более 300 тысяч ссылок А на слово «Сочетание маркетинг-менеджмент» около 40 тысяч ссылок У нас в России выбор попроще В интернет-магазине Amazon на июль 2008 года предлагалось 1068 книг о маркетинге и всего 55 книг об управлении маркетингом Еще один повод учить английский язык После этого уже не удивляет утверждение, что существует более 500 определений маркетинга Ведь практически каждый автор старается дать свое собственное оригинальное определение Приложение номер 3 В этом смысле данная аудиокнига – исключение Эта аудиокнига не о том, что такое маркетинг, что в него входит и почему Эта аудиокнига о том, как стать и быть хорошим менеджером по маркетингу Как делать хороший, правильный маркетинг и делать его на 100% Именно этого ждут от вас начальство и коллеги Почему на 100%? Спросите вы Отвечаю В чем чаще всего упрекают маркетинг и менеджеров по маркетингу? В том, что не видны результаты деятельности Иногда в том, что результаты есть, но их трудно или невозможно измерить Многие менеджеры по маркетингу мучаются, не зная, как подтвердить эффективность своей работы Я же, еще в прошлом столетии, решил для себя эту проблему Летом 1997 года меня пригласили консультантом в московский офис компании AT&T Чтобы поднять качество маркетинговой поддержки Чтобы лучше понять ситуацию, я провел опрос менеджеров по продажам и топ-менеджеров компании И задал им всем 4 вопроса Как вы оцениваете маркетинговую активность компании за последний год По пятибалльной шкале, 5 максимум И почему? Чтобы вы больше всего отметили в работе службы маркетинга Что не удается, не сделали, узкие места Что надо сделать срочно? Средняя оценка составила 2,86 балла Или 57%, что явно далеко от 100 Ответы на вопросы позволили мне понять, что делалось правильно Что было пропущено, не начато или исполнено неправильно Забегая вперед, я скажу, что через 3 года нам удалось получить Во время очередного, ставшего ежегодным опроса, результат в 98% Да, это не 100%, но это очень, очень близко Для того, чтобы получить такую высокую оценку от 30 с лишним опрашиваемых Моей команде и мне приходилось в течение года выкладываться больше, чем на 100% Выполнять очень, очень много и очень, очень качественно Интернет-сайт, выставки, директ-мейл, печатные материалы, маркетинговые информации, семинары, многочисленные и разнообразные маркетинговые программы Все, что мы делали и разрабатывали, мы реализовывали с дальним прицелом Получить 100% И первый совет, который я могу дать вам в этой аудиокниге Проведите такой опрос в своей компании Далее в этой аудиокниге я расскажу о том, как добиться высоких результатов Как стать хорошим менеджером по маркетингу Как делать маркетинг на 100% Одна из читательниц моей печатной книги «Маркетинг на 100%» Сосчитала для себя количество полезных советов, которые она в ней нашла Она написала мне письмо, в котором сказала, что многие книги, которые ей доводилось читать, были книгами одной идеи И попеняла мне, что я упаковал столько советов и идей в одной книге Вы могли бы издать их не меньше десятка, написала она Что же, такой у меня стиль Пусть другие пишут, многотомники В этой аудиокниге минимум теории и максимум практических советов Многие из них оригинальные Некоторые мне подсказали практика и советы других хороших менеджеров по маркетингу Которые я вычитал из книг и статей Я небольшой читатель книг И все же кругом циркулирует масса идей, о которых я не могу не слышать Многие из вас увидят в этой книге мысли, которые покажутся украденными у другого автора Иногда бывает, что я пишу вещи, которые я действительно стибрил у других авторов Но обычно это происходит, бессознательно Такое случается со всеми творческими людьми Если я понимаю, что на меня повлияла какая-то идея То я в состоянии достаточным образом изменить ее так, чтобы замаскировать заимствование То, что я на самом деле подворовываю, как правило, остается необнаруженным На моем уровне заметности было бы просто глупо заниматься плагиатом преднамеренно В огромном большинстве случаев, там, где вы видите явное сходство между моей и чьей-то работой Это всего лишь совпадение Все же лучше не скажешь, господин Скотт Адамс Кстати, автор Дилберта А я большой читатель книг И я тем более согласен с вами Слушайте эту аудиокнигу с карандашом или ручкой в руках Прослушивайте несколько раз интересные места Получите от этой аудиокниги максимальную пользу Удачи, коллега!